Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, время ютубериата. Ютубериат! Ютубериат. Почему сейчас? Потому что вот прямо сейчас, пока я веду эту запись, идет массовый обстрел Израиля, погибшие, террористические акты. Израиль вовлечен уже в полномасштабную войну с Ираном. Это понятно. Наши авианосные группы, самолеты почему-то еще стоят и не задействованы в этом. Ну и понятно почему. И в то же время в Украине деньги, которые были обещаны еще два дня тому назад для вооружения, эти 6 миллиардов долларов, так и не пришли. Очередной обман. И разрешение украинцам бить вглубь российской территории тоже не дан. Вот такая ситуация у нас сегодня. Но, наблюдая за этой ситуацией, я вспомнил фильм, когда хвост называется «Виляет собакой». Что вы хотите, чтобы он сказал? Мы все беспокойны состоянием здоровья президента. Уверен, что сейчас все наши мысли и молитвы только о нем. В заключении хочу сказать, что я знаю, что мы все обеспокоены состоянием здоровья президента. Уверен, что сейчас все наши мысли и молитвы о нем. Нет, плохо сказал, без выражения. Я вот смотрю, что у нас сегодня происходит. И получается, что у нас как бы Обама виляет Камалой Харрис. Он, ну, раньше вилял Байденом, но эта собака что-то нюх отбила или ориентацию отбила. Она, в общем, заблудилась домой, никак не может найти обратно путь домой. И где-то там гуляет в просторах маразма. Так что вот мы видим, что Обама шутит. Люди спрашивали меня, Зная то, что ты знаешь сейчас, хотел бы ты третий срок. И я обычно отвечал, не знаю. Знаете, если бы я мог устроить все так, чтобы у меня был двойник, мужчина или женщина, и у них был наушник в ухе, а я сидел бы в своем подвале в спортивных штанах, смотрел бы все это и произносил свои реплики, пока кто-то другой говорил и выполнял церемонии, меня бы это вполне устраивало. Он вот так шутит, вот третью каденцию, четвертую, пятую каденцию, он и хотел бы ее иметь, сидеть где-то и управлять страной через вот этих недоумков, вот этих говорящих голов, которые он сидит где-то в подвале, в трениках. Понял, понял. Слышь тебя нормально, нормально слышь тебя. Она тут в ухе-то слышит, слышит что-то в ухе. Серьги-то работают. Что с вами? В ухе стреляет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Алло, алло, профессор, профессор Лопух, да? Гудо-связь. Гудо-связь, бэнни. Понял, понял. Слышь тебя нормально, нормально слышь тебя. Ой, господи, что происходит. Но, понимаете, надо вернуться несколько лет тому назад, в 70-е годы, был такой перебежчик из КГБ, Юрий Безменов его звали. И вот посмотреть его интервью, где он рассказывает, как это все будет происходить, как КГБ готовило это много-много лет. Как завоевать США без войны. Когда мы сами себя угробим. Через университеты, через соровские организации, через ООН, через Красный Крест, через все эти благотворительные вещи, где мы спасаем других. И такой есть у нас знаменитый Майк Уоллер, где он объясняет это все, где он ведет это расследование, где у господина Бреннана, главы ЦРУ, у Барака Обамы, такого близких отношений, как ни у кого другого не было. Он давал ЦРУ делать все, что возможно, и ФБР. То есть, брать, чтобы с осадом воевать и тренировать муджихадин, тренировать эти алкайда, тренировать всех этих террористов, которые как бы воевали с осадом. И это уже происходит много-много лет. И вот он рассказывает это отношение господина Бреннана, который сегодня тоже так активно участвует, как господин Бреннан сам хвастался, что он когда-то голосовал за коммунистов президенты. То есть, мы видим, с кем мы веем дело, а далеко ходить не надо. Откуда вообще Барак Обама взялся-то? Вот откуда он выскочил? Все мы всю жизнь чего-то пытаемся сделать в одной линии, выстроить какой-то бизнес, дослужиться до какого-то ранга. Что такое? Вдруг человек, откуда не возьмись? Бум, сенатор. Через год, бум, президент. И у него все. Все ему можно. И предательство, и все у него сходит с рук. И как с гуся вода. Тоже связь есть его семейная. Его мама, ее звали Анна. Она познакомилась в Гавайях, в университете с ее отцом, на уроках русского языка. Она работала во всех вот этих так называемых СОРовских организациях. Вот этих всех благотворений. USAID. Все, что входит под эти государственные, негосударственные, благотворительные организации. И даже сейчас вдруг откуда не возьмись мы видим война против католистического мира. Вот так вот просто вспыхло за последние 2-3 года. Вот было тихо 4 года с Трампом. Трамп становится абсолютным врагом. То есть все, что они подготавливали столько лет, и это стало, заработало, тут сваливается этот Трамп. Все, что угодно. Убить, любое, разорить, посадить. Все. Убедить весь мир, что это враг, что это очень большая опасность. Опасность, и самая большая опасность не Путин, там не Хоминист, а Трамп для демократии, для мира во всем мире. Хотя при нем-то как раз и был мир. А Ноболевскую премию за мир вручили Обаме. С какой стати? Как? За что? Он еще президентом не стал, а уже влепили. И даже сегодня Яшу Кедми откуда-то раскопали. Вот так вот. Всплыл Яша Кедми, и теперь его крутят повсюду, где он угрожает, где он говорит, ой-ой-ой-ой-ой, с Россией-то связываться не надо. Там ядерное оружие, еще какое, и как работает. И то, что у них есть гиперзвуковые ракеты, и у них все есть. Ни слова про Сармат не говорит, что он не летает. Но запугивает всех с очень умным лицом. Так что, кто кем виляет? Ситуация серьезная. Мы видим, что происходит в Израиле. Это война с Ираном. Мы видим, что происходит с Украиной. Это уничтожение целой нации. Все зависит сегодня от нас. Насколько мы будем участвовать в ноябре в этих выборах. Насколько мы готовы не отдавать нашу страну, не отдавать свободный мир, не отдавать своих союзников, в своих семье на раздербанивание этого Давоса. Это вот то, что планировало КГБ еще в 70-е и 60-е годы. Посмотрите. Посмотрите Юрий Безменов, что он говорит. Держим строй. Не время падать духом. Сейчас надо нам всем ставить плечо к плечу и участвовать в наших выборах. Участвовать, проследить, чтобы эти бандиты, чтобы эти узурпаторы не уничтожили демократию. Илон Маск уже выступил. Сказал, что это будут последние наши выборы. Если президент Трамп не станет президентом, то выборов у нас больше не будет. У нас будет однопартийная социалистическая система. Так, как это произошло во многих других странах. Держим строй. Не падаем духом. Мы стая. Мы победим. Капитан Юра овер и анаут. Я имел очень позитивное отношение к ФБР и ЦРУ, а также ко всей нашей разведывательной общине. Это были основные инструменты нашей защиты во время холодной войны. ФБР в основном занималась контрразведкой против советских шпионов и агентов влияния. ЦРУ было главным инструментом сдерживания коммунизма и ведения тайной войны на уровне ниже военного, чтобы нам не пришлось отправлять собственные войска. Они информировали наших президентов наилучшей возможной разведкой, собранной наилучшим образом, с самой надежной проверкой. Вот чего я ожидал. Но в ФБР и ЦРУ наступил переломный момент, когда они перестали служить американским интересам. Это поразительное заявление, которое, возможно, было бы ошеломляющим несколько лет назад. Сейчас многие люди, включая меня, задаются вопросом, насколько это правдиво, если они перестанут верить в настоящие американские принципы основания и в то, что центральное правительство существует для защиты всех нас. Конечно, они борются с иностранными шпионами. Конечно, они прекрасно борются с торговлей и детьми в стране. Они прекрасно борются с организованной преступностью. ФБР сделало много. Они защитили нас от международных террористических атак. ЦРУ было лучшим в мире в этом. Я хотел попасть в ЦРУ, чтобы бороться с коммунизмом во времена Рейгана. Некоторые люди из моего окружения, профессор Джек Зак и Анжело Каделила, которого я знал как сотрудника разведывательного комитета Сената. Они сказали, не иди туда, ты это возненавидишь. Я постоянно слышу этот нарратив. Это своего рода намек, скажем, с консервативной стороны, что мейнстримные медиа на самом деле являются лишь рупором американской разведки. Некоторые журналисты работают на определенные элементы в американской разведке. У нас был создан симбиоз между разведывательным сообществом и мейнстримными медиа и некоторыми журналистами-расследователями, которые преимущественно на левом фланге. И так было с 50-х годов. Вы строите карьеры некоторых журналистов в Washington Post или на одной из трех больших телесетей, которые существовали. Или сейчас это CNN и некоторые веб-сайты. Вы сливаете им информацию, незаконные утечки. Это незаконные утечки секретной информации. Они становятся зависимыми от вас, разведчика или аналитика или агента, как от источника. Поэтому они не будут вас критиковать, ничего плохого о вашей организации не скажут. Они будут вас защищать как источник. А потом вы будете продвигать их в их карьере. Они будут писать книги, лучшие из них хорошо заработают на этих книгах, возможно, по ним снимут несколько фильмов. Так вы создаете богатый класс журналистов, которые полностью зависят от разведывательного сообщества как источника своего существования. Способы контроля и влияния на другие страны, методы манипуляции общественным мнением разработаны и используются ЦРУ еще со времен СССР. ЦРУ не может открыто работать в других странах, поэтому они, как правило, стоят за спинами различных гуманитарных фондов, как государственных, так и негосударственных. Сорус является крупнейшим донором демократической партии США. Возможно, лучше привести пример такого сотрудничества. Одну из операций «Пересмешник» было рассекречено. Это разработка для влияния на общественное мнение через прессу. Операция была создана для ведения холодной войны против Советского Союза. ЦРУ не поддерживала подлинные антикоммунистические движения, и они не создавали антикоммунистические силы. Они создавали демократические левые группы или даже почти демократические, чтобы держать их подальше от контролируемых Советским Союзом коммунистических партий. Конечно, Сталин заполонил Соединенные Штаты своими агентами и активностями, и немало из них попали в наши службы. С ними и проникла коммунистическая идеология. Об этой доктрине огромные знания много рассказывал Юрий Безменов. Советский перебежчик это с этими огромными знаниями о том, как обучают советских пропагандистов и всю философию и доктрину, чтобы разбить наше общество на кусочки, создать путаницу, создать деморализацию, заставить нас потерять веру в себя и всех вокруг нас, и все, во что мы когда-либо верили, что было хорошим и справедливым. Разрушить нас изнутри и, по сути, победить нас. И это то, что Безменов объяснял 40 лет назад. Я пытался найти истоки проникновения марксизма в ЦРУ и ФБР. Началось с назначения Обамы, когда директор ЦРУ продвинул советского агента, чтобы он стал президентом Соединенных Штатов. Он знал, что это советский агент. У него была программа новой коммунистической партии Соединенных Штатов. Через три года после этого он был принят на работу в ЦРУ. Позже он начал защищать наземных шпионов. С того все и началось. Он даже дал доступ российской военной разведке ГРУ до Пентагона. Все эти процессы начались во времена Барака Обамы на верхушке разведок и проникали в систему. С тех пор марксистские принципы, известные под термином «волк», то есть инклюзивность разнообразия и марксистское равенство появились в программе Байдена и продолжаются в разведке до сих пор. Я все это детально описал в своей книге. Даже сейчас глава ЦРУ не только продвигает эти принципы, но и планирует продолжать их до 2027 года. Это опубликовано на сайте ЦРУ. Именно из-за этих принципов после прихода нынешней администрации американская армия имеет проблему с комплектованием личного состава. Сейчас во время войны на Ближнем Востоке 17 кораблей остаются неукомплектованными. Байкс! Субтитры сделал DimaTorzok